Всем хеллоу, кто готовится к ЕГЭ, и всем привет, кто готовит к ЕГЭ. То есть, коллеги-преподаватели, сегодня видео, на самом деле, больше для вас. Сегодня я рассказываю о том, как пользоваться сервисом Google Slides, или по-другому сказать, как составить презентацию за 5 минут с помощью бесплатного удобного сервиса Google, называется он Google Slides. На мой взгляд, сервисы Google гораздо удобнее, чем старинный PowerPoint, хотя, по сути, функционал один и тот же, но поскольку многие преподаватели стремятся работать онлайн, и для тех, кто работает уже онлайн, совершенно удобнее пользоваться онлайн-сервисами, чтобы можно было хранить материалы в облаке, создавать папки отдельные, делиться доступом. В общем-то, это то, что я делаю на своем курсе подготовки к ЕГЭ. Есть отдельная папочка у каждого курса, и там собраны удобно все необходимые материалы для ребят. Они в любой момент смогут зайти по ссылке, и там все распределено. Посмотреть лексику, посмотреть материал к уроку, что-то для себя повторить. И вам не нужно 10 раз создавать материал какой-то, все хранится удобно, в режиме онлайн, с любого девайса вы сможете зайти, посмотреть. Так что, welcome! Давайте с вами посмотрим, во-первых, как выглядит презентация. Например, я покажу пример собственной презентации. Ничего особенного я не делаю. Собственно, здесь все так же выглядит, как и в PowerPoint. То есть вы можете вставлять необходимые слайды из учебника, include print screen, необходимую лексику, картинки. Здесь, например, мы проходим новую лексику по теме entertainment. Также вставлять видео. Сегодня я это продемонстрирую. Здесь у меня мой логотип вставленный. То есть если у вас есть какая-то картинка, ваш логотип вы делали. К примеру, если вы также делаете онлайн-курсы или просто ведете онлайн-занятия и сделали стилизацию своего аккаунта. Кстати, всем большой рекоменд преподавателям выходите в онлайн. Работайте в режиме онлайн, потому что родители, безусловно, сейчас выбирают удобство онлайн-образования. Это безопасно. Это экономит время. Ребенку не нужно нигде по ночам ходить. А мы знаем, что в зимнее время года и вообще в холодное время года в России по большей степени темно. Не нужно никуда ехать, тратить время. Транспортная ситуация тоже достаточно сложная. И не обязательно в Москве и в обычных городах порой сложно куда-то добраться. Поэтому очень многие выбирают онлайн. И я точно знаю, не понаслышке, коллеги пишут мне сообщения в соцсетях, например, в Instagram, о том, что кто-то работал в режиме оффлайн, то есть занимался обычной репетиторской деятельностью и вели занятия на дому, занимались, точнее, набирали учеников, производили набор с помощью сервисов для репетиторов, таких как ProFiro, к примеру. И в этом году это больше не работает. То есть, в первую очередь, и алгоритмы ProFiro тоже изменились, поскольку раньше помогали администраторы, преподавателям, и коммуникация происходила быстрее, то теперь ученик или родитель оставляет заявку на сайте, и учителя откликаются на заявку, и сам ученик выбирает среди ряда преподавателей, выбирая на свое усмотрение. Поэтому те преподаватели, у которых очень много отзывов, у которых классный рейтинг, я сейчас говорю о сайте ProFiro, те, кто работал, я думаю, знают о том, что это такое, и как это работает, их стоимость занятия, соответственно, достаточно высокая, у них классный рейтинг, они классные преподаватели, но ученик выбирает, скорее всего, из ценовой политики, исходя из ценовой политики, и родители не очень-то разбираются, в чем-то порой многие не верят отзывам, хотя я знаю, сама работала с сайтом ProFiro, что отзывы там подлинные, действительно обзваниваются родители, из их слов записываются или каким-то образом, ну, скорее всего, так и есть, они записывают отзыв такой, какой он есть. Поэтому очень многие преподаватели сейчас уже в этом году остались просто без учеников, и они пишут мне сообщения, у меня есть курс отдельный для преподавателей онлайн, онлайн-репетитор, где я пошагово рассказываю о том, как начать работать в соцсетях, как пользоваться, в том числе и Google Slides, сегодня я дам вам водную информацию, точнее, самое основное, на самом деле, вы сможете пользоваться и создавать презентации для своих занятий, если хотите, если вам будет удобно этим пользоваться, на мой взгляд, классный сервис. И также рассказываю, как работать в соцсетях, как делать страницы в соцсетях, на мой взгляд, у каждого преподавателя сейчас уже должна быть профессиональная страница. Ну, вернемся с вами непосредственно к презентации, расскажу вам о том, как создавать презентации, как это делать легко, непринужденно. Итак, начнем, начнем пошагово. Заходим в Google и вбиваем «Презентации онлайн» или «Презентации Google», например, они у меня уже свечиваются. Проходим по первой ссылке, клик, и мы оказываемся вот на такой странице. «Сервис Google» кликаем вот сюда для личных целей, для личных целей мы будем создавать свою презентацию. И далее нажимаем на крестик в левом верхнем углу, простой файл, клик. У меня уже здесь масса своих презентаций для учеников. И обратите внимание, здесь с чего мы можем начать. Справа мы видим ряд дизайнов, которые нам предоставляет Google. Также мы можем, вы видите, желтый значок «Импортировать тему». Мы можем дополнительно выбрать ту тему, которая нам нравится, скачать ее. Да, возможно, она будет стоить денег. Может быть, на некоторых сайтах можно скачать бесплатно. Я пользуюсь простым белым шаплоном, потому что мой логотип красного цвета и белый-красный цвет – это, в общем-то, цвета для меня вполне подходящие. Но вы для себя можете выбрать совершенно подходящую тему. И из тех тем, которые даны, здесь много замечательных современных тем, которые классно можно использовать и, в общем, решить, что это будет наша стилизованная тема, подходящая нам. Например, вы ведете занятия для деток. Вот наш первый слайд, пусть он будет называться «Present Simple». Вот так. Здесь мы введем заголовок «Part 1», пусть будет часть 1. Далее. Вся панель управления, она напоминает, на самом деле, PowerPoint. Здесь можно кликнуть. Далее мы выбираем формат самого слайда, который будет следующий. Например, вот такой формат, где мы можем ввести заголовок «Present Simple». И, например, дальше мы можем здесь что-то написать, если захотим, если это будет необходимо. Либо мы можем воспользоваться… Взять учебник. Сейчас я вам покажу учебники. Кстати, очень удобно заниматься онлайн, еще и потому, что учебники не нужно покупать. Они стоят очень недешево. Вот обратите внимание, вы видите на экране. Я делаю просто print screen. Например, раз у нас «Present Simple». Это у нас книжка Мёрфи, всем известная. Всем известно в целом мире. У нас «Present Continuous». И вот следующий «Present Sample». Очень удобно. Пожалуйста, можно как угодно обрезать. Так, я нажала на кнопочку на своей клавиатуре «Print Screen». У всех она есть. И появляется вот такой крестик. Обратите внимание на экран. Я нажимаю левой кнопкой мыши, не отпускаю ее и тяну на ту зону, которая мне интересна. К примеру, я буду копировать блок A, B и само название «Present Simple», если это необходимо копировать. Далее, сейчас я переключу экран на презентацию опять. И нажимаю правой кнопкой мыши на «Вставить». И здесь далее я могу изменить размер картинки в нужном мне формате. Вы видите, если я подвожу, например, левый верхний угол, сюда появляется стрелочка, я нажимаю на левую кнопку мыши, не отпускаю ее и тяну до того размера, который мне нужен. Также я могу перемещать эту картинку так, как мне удобно. Опять же, зажимаю левую кнопку мыши и передвигаю картинку так, как мне удобно. Прямо на текст поставить, так на мой взгляд даже симпатичнее. И я прям побольше сделаю. Прекрасно. Могу еще добавить слайд, если мне это необходимо. Я могу добавить другой формат слайд. Давайте рассмотрим разные форматы. Вот, пожалуйста, вот такое. Кстати, да, это еще один формат заголовка. Present Simple. Это вариант оформления первого слайда для нашей презентации. То есть мы можем вот так сделать, можем вот так сделать. Ну, разные шаблоны представляют разные возможности, разные картинки. Здесь мы выбираем по своему усмотрению. Итак, а сами рабочие слайды, какие у нас есть, да, мы можем разделить на две колоночки. Present Simple без Present Continuous. Точки забыла оставить. Present Continuous. Вот. И, допустим, здесь мы делаем какую-то необходимую нам нумерацию, да, и что-то пишем. И здесь, да, как бы ты сравнили это, допустим, будет у нас Present Continuous. Все, что нам необходимо. Мы можем добавлять значки. Здесь, собственно, ничего не отличается от PowerPoint, ничем не отличается. Обратите внимание на курсор. Здесь вот мы можем нумеровать, так как нам удобно наш план. Также мы или цифрами, или значками можем это сделать, теми, которые нам, опять же, удобны. Звездочки. Здесь предоставляются все возможные шаблоны. Можем выбирать то, что нам удобно. Также, что еще можем делать, если, допустим, мы вставляем какой-то печатный текст, да, достаточно большой. Давайте вернемся с вами здесь вот к нашему, пусть это наш такой текст. Естественно, он может располагаться, он может располагаться по-разному. Мы выделяем, нажимаю на левую кнопку мыши и выделяю текст. Естественно, вот здесь все как в PowerPoint, весь интерфейс похож на PowerPoint, на Word. Он достаточно интуитивный, и стоит тут просто потыкать, скажем так, вот выровнять текст. Мы можем его по центру выровнять, как нам удобно. По правый край, снизу, посередине, вниз, вверх. Все как нам удобно. Да, но он по умолчанию стоит, стоит по ориентации на лево, слева, слева, направо. Ну, именно в данном шаблоне, но бывает по-разному. Если мы так хотим, мы можем сделать все, что угодно. Соответственно, если говорить о работе текста, то с текстом, то мы также можем сделать его жирным. Это абсолютно интуитивный интерфейс, ничем не отличается от Windows, что очень удобно, то есть не нужно переучиваться, не нужно этого бояться. Каждый начинающий юзер может использовать все эти приспособления, все достаточно быстро. И что классно, не нужно заходить в эту программу. Порой PowerPoint, на мой взгляд, тупит. Вот здесь мы можем делать также выделение, да, маркером, если нам необходим текст, любым цветом мы можем выделить. Также можем добавить ссылку. Обратите внимание, также мы просто выделяем, 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 выделяем текст. И мы хотим ставить ссылку, например, на видео. О видео я сейчас еще расскажу. Вставляем, применяем, ура, теперь эта ссылка работает у нас. Вот, далее, далее, далее. Мы можем добавить комментарий, если он необходим, но это удобнее. Кстати, рекомендую также пользоваться Google документами, если вы работаете онлайн. Если вы хотите, кстати, чтобы я сделала урок по Google документам, там очень удобно проверять работы. Например, если ваши ученики будут присылать вам в формате Word их работы, вы также с помощью комментариев, функции комментариев сможете добавлять свои комментарии по ошибкам, выделять их, в общем-то, все так же там интуитивно и понятно, добавлять комментарии по ошибкам, даже записывать голосовые комментарии. Также можно записывать голосом текст, опять же, в формате Word, просто наговаривать его на диктофон. Я могу разобрать данный сервис, если вам интересно. Пожалуйста, напишите об этом мне в комментариях и не забудьте поставить лайк, чтобы я снимала подобные видео. Если вам это актуально, нужно, то, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Далее, что еще для нас здесь интересно? Ну, естественно, размер текста мы также можем регулировать по нашему усмотрению. И набор различных шрифтов. Здесь их не так много, как в Word, но есть из чего выбрать. Так, далее мы можем воспользоваться заливкой экрана. Здесь функции тоже очень даже понятные. Далее, если мы разбираем, к примеру, задание какое-то, возьмем вот этот слайд, да, предположим, что здесь, давайте даже я сейчас добавлю из другой книжечки задание ЕГЭ, к примеру, где мы будем разбирать. Так, я делаю практический разбор у себя на курсе, разбор домашних заданий. Возьмем раздел лексика и грамматика. Сейчас давайте я прямо вам продемонстрирую, как я это делаю, чтобы вы также могли этим воспользоваться и применить у себя на занятии. Одну минутку. Вот так. Опять же, нажимаю на клавиатуре, на клавишу Print Screen. Далее зажимаю левой кнопкой мыши, не отпускаю, вот этот крестик, видите, и обвожу ту зону, которую я хочу копировать. Нажимаю на копировать. Так. Переходим обратно в презентацию. Так, здесь я желаю сделать просто пустой слайд, кстати, могу сделать. И, кстати, могу воспользоваться вот такой, ставить изображение, загрузить из компьютера. Так. Доступ к скриншотам. И вставляем картинку. И здесь я могу, вот, кстати, отменить действие на стрелочке. Обратно так же раз. Я могу просто отменить это действие, нажать на стрелочку. Я нажимаю на линию и подчеркиваю то, что мне важно. Еще раз нажимаю то, что необходимо, подчеркиваю. И здесь так же есть разные форматы. Рисование просто. Либо кривая. Вот такая вести могу, так как мне удобно. Stop here, please. Так. Так же ломаная линия. В вот таком формате можно выделять. Stop. И просто линии там стрелочки. То есть, таким образом, нужный мне фрагмент я могу выделять, обращать на что-то внимание, ставить стрелочку. Это очень удобно. Так. Что еще добавить? Так же вы можете здесь же сразу вставлять правильные ответы. Да. Как вам это будет удобно, нажав на текст. Нужную зону здесь входите. И так же можно... Меньше текста, нужного нам размера. И это будет выглядеть вот так. Так. Теперь, что мы сделаем дальше? И хочется еще показать вам, пожалуй, видео, как один из распространенных тоже и важных моментов. И аудио. Видео, аудио, видео, аудио. Видео, аудио, вставка. Изображение, текст. Давайте начнем с видео. Видео очень удобно. Не нужно ничего скачивать. Вы просто можете, нажимая на вставить URL, и, например, просто вставляйте ссылку из нужного видео на YouTube. Развращаемся в презентации. Вставить. Копипаст. Выбрать. И видео оказывается здесь на экране. Что классно. Не нужно ничего добавлять. Теперь это видео всегда здесь. И если ребята будут просматривать эту презентацию, не с легкостью, нажмут еще раз на кнопочку, play, посмотрят. То есть это видео здесь. Оно загружено, поскольку сервис онлайн. То, в общем-то, все остается в доступе. И таким же образом мы можем с вами добавлять аудио. Вставить аудио. Да, но здесь нужно будет загружать единственное на Google Диск. Google Диск – это, собственно, хранилище, такое как Яндекс Диск, Google Диск – все это одно и то же. Там есть возможность загрузить любой файл с компьютера. Загружаете, и здесь уже удобно. Вы можете создать целую библиотеку своих аудиозаписей от учебника. И загружаете нужный файл. Подождите, идет загрузка. Появляется значок. И здесь также удобно. Это видео, это аудио так и остается здесь. Если ребенок будет просматривать папку, смотреть презентацию, то он без проблем найдет то, что ему нужно. Вот что я хотела рассказать. Это основные моменты про Google Презентацию. Если вам понравился такой ролик обучающий, поставьте, пожалуйста, лайк. Я буду знать, что могу снимать для вас такие обучающие видео. И пишите ваши запросы, пожалуйста, на дальнейшие видео в комментариях. Что касается курса ЕГЭ, ой, не ЕГЭ для учителей, а онлайн-репетитор, если вы заинтересованы в том, чтобы выйти онлайн, то вы можете зайти, например, ко мне в Инстаграм. По ссылке Топлинк и раздел «Учителям». Здесь есть описание курса онлайн, репетитор. И здесь все-все подробные инструкции о работе онлайн, о работе с сервисом, в том числе разбор Google Slides, программы Zoom, работа с соцсетями, с группами в соцсетях. И также юридические аспекты работы в сети. Все это здесь разбирается. Подписывайтесь на канал, на мой. Я буду как можно чаще для вас делать полезные видео. Всем спасибо за внимание. See you. Жду вас на своих занятиях. Пока.